У калининградских рыбаков появилась надежда на возрождение отрасли. В советские времена самая западная область считалась рыбным краем. В 90-е о рыбном промысле забыли, и отрасль чуть было не канула в лету. Сейчас же в регионе заработала 7-летняя программа развития прибрежного рыболовства. Общий объем финансированного по прибрежному рыболовству – 336 миллионов рублей. На этот год из бюджета регионального выделено 50 миллионов 500 тысяч рублей. Треска, килька и салака, которые добываются в Балтийском море – дешевые виды рыб. Их добыча долгое время была нерентабельной. Но именно из них в Калининграде производят знаменитые шпроты. Теперь с бюджетной поддержкой у калининградских рыбаков появился шанс составить достойную конкуренцию соседям прибалтом. Себестоимость производства вот этой баночки шпрот составляет примерно 30-40 рублей. В магазине я эти консервы купила за 44 рубля. Так вот, если программа развития прибрежного лова в Калининградской области сработает на все 100%, цена на эти консервы расти не будет. Зато качество значительно улучшится. Из областного бюджета рыбакам выдаются субсидии на горюче-смазочные материалы, оснащение судов, а также на ставку рефинансирования. Один из рыболовецких колхозов, колхоз с патриотическим названием «За Родину», уже воспользовался такой возможностью. На полученную субсидию здесь купят остро необходимую трансформаторную подстанцию. Если мы не проведем модернизацию, то нам сложно будет конкурировать на рынке по производству шпроты и кирки, обжаренной в томатном соусе, что является брендом для нашего колхоза. С получением субсидий в колхозе рассчитывают оборудовать сюда вакуумными насосами, чтобы привозить на берег выловленную рыбу в трюмах живой, так как шпроты из такой рыбы гораздо вкуснее. По прогнозам ученых, популяция салаки в Балтийском море стабильная, поэтому квота на ее вылов будет увеличена еще на 40%. А это значит, отрасли есть куда расти. Продолжение следует...